Производство съедобных картинок открылось в селе Новая Малыкла. Фото на сахарной основе для тортов и пирожных выпускает Светлана Купцова. Владельца мастерской разработала бизнес-план в разгар пандемии, когда на основной работе была неопределённость. Светлана преподавала в детском развивающем центре. Во время весенней самоизоляции не было занятий. Зарплата начислялась минимальная. Чтобы спасти семейный бюджет, учительница обратилась в соцзащиту и оформила соцконтракт. Направление бизнеса Светлана выбрала по душе. Её всегда привлекало кондитерское дело. Соцзащита выделила 43 тысячи рублей на покупку принтера для сахарной печати. Вы знаете, на свои личные средства я бы не купила этот принтер. Как вы знаете, очень сложно отложить, очень сложно накопить. И достаточно тяжело, всё-таки молодая семья, выделить прям вот единовременно такую сумму. Сейчас дело Светланы процветает. Стоит отметить, что педагогику она не забросила. Сейчас Светлана совмещает бизнес и работу с детьми. Заказы на картинки для десертов поступают через день. Готовую продукцию бизнес-вуман отправляет в соседние регионы и страны СНГ. Да, мы не ограничиваемся только районом. Заказы поступают и из города Димитровграда, из города Ульяновск. Также мы ещё отправляем через транспортные компании в соседние страны. Это республика Казахстан. Сейчас вот планируем отправиться на Украину. В Новом Алыхлинском районе соцконтракты пользуются популярностью. В основном их оформляют для развития подсобных хозяйств. В прошлом году у нас заключили жители. 23 контракта было. Из них один был на самозанятость, 22 было на заключение личного, на разведение личного подсобного хозяйства. В этом году у нас пока 10 соцконтрактов. Из них 7 на разведение личного подсобного хозяйства, 3 у нас на развитие своего дела. Чтобы оформить контракт, необходимо обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства. Оформление документов длится примерно две недели. Из обязательных условий их справка о доходах, потому что соцконтракт заключается только с малоимущими россиянами. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.